Это видео, это дополнение к нашему фильму, который вы можете найти на ютубе, набрав в поисковой строке лечение онкологических заболеваний с помощью вируса Синдай. Я хочу сказать, что я очень хорошо понимаю писателей Вересаева и Чехова, потому что когда люди работают профессионально врачами, то у них накапливается такой потрясающий материал жизненных историй, истории болезни, что его просто невозможно держать внутри себя. Его хочется просто выплеснуть, его хочется передать кому-то, хочется рассказать об этом, и просто человек пишет, он не может это удержать в себе. И точно так же, как мы рассказываем эти истории, лечение больных, наших пациентов онкологических, и я хочу добавить еще одну историю лечения меланомы. Меланома – это одно из самых, пожалуй, самых злокачественных заболеваний. Человек может уйти из жизни через буквально 2-3 недели после обнаружения первичного очага, после обнаружения опухоли. Опухоль часто возникает из родинки, то есть родинка озлокачисляется. И как раз вот в этом случае это молодой человек, он жил в южном городе Приморском, там, конечно, солнечная активность была гораздо выше, чем в средней полосе, и он натер себе родинку на спине, под лопаткой у него была родинка. Он ее натер рюкзаком, он был очень активным походником, носил большие рюкзаки и натер родинку. Родинка начала кровоточить, увеличилась в размерах и озлокачислилась, то есть это стало меланомой. Мы эту родинку, мы кололи не прямо в первичную опухоль, мы кололи внутрикожно вирус Синдай, предполагая, что лимфотоком он дойдет до опухоли, до меланомы, и таким образом мы будем действовать на эти злокачественные клетки. Нужно сказать, что кроме того, что опухоль начала после нескольких уколов вируса Синдай, опухоль начала уменьшаться, был такой момент, когда лимфоузел подмышечный, с той же стороны, где это опухоль под лопаткой, он разбух. Он разбух, то есть там возникло воспаление, то есть лимфотоком вирус Синдай туда дошел, и эти клетки, которые там сидели в лимфоузле, злокачественные клетки, они были атакованы вирусом. То есть фактически наш метод, он выявил эти метастазы в лимфоузле. Нужно сказать, что когда опухоль метастазирует в лимфоузлы, это уже третья стадия, в региональные лимфоузлы. То есть те лимфоузлы, которые находятся по лимфотоку от опухоли, от первичного узла. Если метастазы находятся в отдаленных органах, это уже четвертая стадия. Ну и что? Этот случай был успешным в том плане, что опухоль рассосалась, первичная опухоль, меланома рассосалась. Лимфоузел два раза, он однажды разбух очень сильно, второй раз он разбух немножко поменьше. И потом это воспаление ушло и больше не возникало. Мы проследили примерно, где-то около полугода, наверное, несколько месяцев. Не возникала ремиссия, то есть никаких признаков злокачественного заболевания не было. Потом мы, к сожалению, потеряли просто контакт с этой семьей. К вопросу о трудностях внедрения метода. Но вообще любой новый метод внедрять очень непросто, а новый метод, абсолютно новаторский метод в медицине, в медицинских технологиях и абсолютно новый способ лечения онкологических заболеваний в России в 90-е годы, это, конечно, было очень трудно. Но нужно отдать должное, что родственники, друзья, родные наших пациентов совершенно искренне, совершенно бескорыстно пытались нам помочь. И вот об одной попытке помощи я сейчас расскажу. Муж одной из наших пациенток нашел подходы к заместителю министра здравоохранения. Уровень достаточно высокий. Мы долго готовились к этой встрече, писали план беседы, разговора, описание метода и так далее и тому подобное. Разговор оказался достаточно коротким. Этот человек сказал нам, что, пожалуйста, принесите мне описание метода, препарат сам можете мне не предоставлять, вы можете просто плюнуть в пробирку, принести и сказать, что вот мой препарат. И также принесите, пожалуйста, 50 тысяч долларов, ни больше, ни меньше. И вам откроется зеленая улица к внедрению метода, и вам будет оказана всяческая помощь. Но 50 тысяч долларов у нас почему-то не оказалось. Это запредельная абсолютно сумма. И от продвижения дальнейшего метода в те годы пришлось отказаться. Сейчас у нас 2014 год, и мы надеемся на продвижение метода, потому что в те годы все-таки это было слишком ново, слишком смело. Никто о виротерапии ничего не знал. Сейчас мы надеемся, что метод может быть внедрен, поскольку в виротерапия онкологических заболеваний завоевывает новые горизонты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...